Всем привет народ, с вами Алекс Фрэш, мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2 и бороздить просторы Европы. Мы сейчас находимся в Амстердаме в своем гараже, я думаю что логично, понятно почему. У нас по-моему был до этого заказ какой-то, собирался отвезти достаточно дорогой, чтобы заработать денег на... на что? На грузовик. Вот, но мы за эту серию не заработаем, потому что нормальных заказов нет, игра обновилась, нас поэтому тпхнули в гараж и у нас нет того заказа, который я хотел отвезти в конце прошлой серии, чтобы на эту серию везти. А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игр AlexStore, ссылка в описании. Вот, поэтому нам придется брать то что есть, выбрал самый оптимальный по продолжительности маршрута и по доходу. Но по скорости нет. Почему? Потому что у нас расстояние где-то 400-500 км, но нам нужно везти цистерну молока. Чтобы вы понимали, она достаточно тяжелая, мы будем ехать в Мец, во Францию, и эта хрень весит 27 тонн. Ты представляешь, он еще пишет, что это не... ой, тяжеловесный груз, типа и... у нас типа грузовик слабый. Короче, как-то так. Я не знаю, что с маршрутом у нас будет. Попробуем что-то выстроить себе сейчас, когда мы его возьмем, чтобы как-то ехать более-менее нормально. Молочко хоть повезем. Кто любит молоко, пишите в комментик. Или кофе-ёк там с молочком. Кто-то любит, по-любому все любят. А, я заглушаю. Я постоянно путаю эти кнопки. Как там? Пейте, дети, молоко, будете здоровы, да? Ну и чё? Чё? Карта. А, это автострада. С виду, как обычная узкая дорога. А вот это вот точно узкая дорога. Так, ну смотрите, здесь платок нет. Мне кажется, проще будет вот через... Так, 426, а так. Нифига, через Роттердам пишет. 508. Тут один перекресток. Второй. Третий. Может реально даже проще через Роттердам. Поехали через Роттердам, фиг с ним. Какое-то разнообразие. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Как всегда будем топить. Расстояние у нас получается, короче, 500 км. Зацепился, походу, прицеп. 27 тонн. 27 тонн. Молоко, офигеть. Я бы никогда в жизни не подумал, что сюда 27 тонн входит. Почему? Потому что, ну, типа тут даже в игре, когда какое-то топливо возишь, в цистерну. У нас, по-моему, никогда не было 27 тонн. Ну, типа больше 20 тонн. Цистерну будут возить по-любому полную. Потому что это безопасность. Потому что... Полуполную или полупустую, как правильно сказать, намного опаснее возить, потому что там что-то все хлюпает туда-сюда. И поэтому, кстати, их катают, типа вот. Видите, 4 отсека. Что подсеки по очереди опустошать. То есть, лучше пусть будет 1 отсек пустой и 3 полных. То есть, никак не поменяется все это дело. А если, например, четверти не будет хватать, то это уже все почувствуется во время управления. Поэтому такие отсеки идут. Хотя, кто его знает. Может, там какие-то еще сетки дополнительные стоят, типа, чтобы как... Типа как волнорезы, только внутри бочки. Это там внутри не лазил, я не знаю. Я предполагаю. Роттердам, Брюссель. Прямо. Едем. Куда мы денемся? Куда мы денемся? По идее, скоро сейчас прям сразу должен быть город где-то рядом, да? Так, а фары, что у нас тут? О, ближний включен. Самолет падает! Офигеть, он огромный! Прям над нами садится. А прикиньте, если он лупанет. Интересно, тут потолок пролупит или нет в реальной жизни? От взрыва или нет? Или пофиг, или тут все крепкое? А вот другой. Взлетает, наверное, только. Так, 440 мм. Я не знаю, что мы так подпрыгиваем жестко. Ну, что-то какая-то дичь несется у нас. Ну, реально подпрыгивает. Кажется, сейчас лаганет, и мы куда-то улетим. А что его так дубасит? Что не так? Или там дорога такая кривая? Просто что-то до этого такого не припоминаю, чтобы такое было где-то. Тоннель. Знак тоннель. По-моему, это и так понятно, что тоннель. Еду как пьяный. Как обычно. Многие, кстати, жалуются, что катаюсь не по правилам. Народ, это... Это моя фишка. Кататься не по правилам. Поэтому езжу как умею. О, поворот налево. Поворот налево. Видите, просто как быстро. Зачем ездить по правилам, если можно не по правилам, летать прям вообще классно. Сколько? 70 км в час летим. Нормально же? Ведь нормально. Не знаю, как вам, но... Мне по кайфу так летать. ЕТС, ЕТС, Центрум. Центрум? Что такое Центрум? То есть, это имеется в виду Центрум или... Мне просто Центрум звучит так, как это, это будто какой-то торговый центр, только какой-то там прям охренеть какой огромный. Типа называется Центрум. Ну, как-то оно просто звучит так. Где тачка? А, вот она. Думал, перестраивается и что-то ее потерял. Я думаю, нет и нет, нет и нет. Это я боюсь в полосу въехать. И тачки нет, не обогнал, а хотя вроде бы активно обгонял ее. 40 километров. То есть, мы проехали уже. 80 км пролетели, офигеть. Вот это я шустрый, да? Реально очень быстрый. Мосты. Че там за пики торчат? Что это такое? Народ, что это такое? А, это краны. Ё-моё. И корабль, смотрите, парусный. Офигеть. Парусные корабли реально красивые. Помните? Ах, тебя вряд ли кто-то помнит. Может, те, кто старые, может, помнят. Раньше были такие модели, продавались парусные корабли. Можно было собирать. Только не из дерева, а из бумаги. Году так, я не знаю, в 2000-м. Были такие. Но из дерева, мне кажется, и час есть. Но они, наверное, стоят капец сколько. Как мой комп. Так, что пространить? 375. Расстояние улетает достаточно быстро. О, боже. Там так птица пролетела, выглядела так, будто муха в игре по лабашу лазила и убежала куда-то наверх. Капец. Так, а пробег тем временем уже 10 тысяч у нас. 10 сколько? 856? Да. 10 856. Растет пробег. Нужно зарабатывать бабки. А то в АТСе денег много, в ЕТСе мало. Кстати. Я только сейчас подумал про топливо. Поэтому предлагаю чекнуть. 1258. На 619. Короче, хватает топлива с головой. Прям запас хороший. Ух ты. Соточку летим. Неплохо. По-моему, очень даже неплохо. Блин, кайф цистерну. Катать. Воу-воу-воу. Тихо. Привьюху тут делаю. Чуть не убрался. Заработаем, кстати. Сколько мы? Пятнашку помоем. 3% это износ. Дастер сраный. Блин. Я не знаю, кому она нравится эта машина. Меня она просто бесит. 15 тысяч евро. Окей. 15 тысяч евро. Так 15 тысяч евро. 337 километров осталось. За счет скорости километра улетают достаточно быстро. И что-то как-то посветлело. То ли на дождь затягивало, то ли фиг его знает. То как-то я ближний свет тогда включил, помните? А сейчас как-то нормально, светло все. Еду за солнцем просто, наверное. И скорость соответствует. Чтобы догнать обороты земли. Прикиньте, так дубасить. Что просто земля что-то крутится. Солнце освещает ее. И чтобы успеть на той скорости дубасить, чтобы постоянно светило солнце. Или постоянно ночь была. Прикидывайте. И тогда будет казаться, что... Что будет казаться? Будет казаться, что ты идешь против времени. То есть время остановилось. Или замедлилось. А если в обратную сторону дубасить? То это что получается? Что... Время остановилось у нас или как? Или... Что происходит? Как думаете? Кто что скажет по этому поводу? Я вот, например, не знаю. 300 км осталось. Проехали уже сколько? Почти 200 пролетели. Вообще уже очень мало. Так. У нас, по-моему, скоро уже будет перекресточек какой-то. А как там F5? Где F5? Вот F5. Брюссель проезжаем. О! Смотрите. Почти добрались. Что, может по большой поедем карте? Интересненько. Так тоже, в принципе, все хорошо видно. Зато мы понимаем, где мы, что мы, сколько осталось времени и так далее. А сколько времени? 3 часа 50 минут. Вроде бы немного. Так, вон первый поворот у нас. Потом рядышком второй. Но вот этот, по идее, у нас будет медленный поворот, потому что мы, наверное, потеряем скорость сильно. И тот уже будет последний. Потом будет съезд только в город. Скорее всего. Я просто вот уверен в этом. Нифига, чувак на заправку заехал. Хоть с правой полосы или с центральной? Что-то мне казалось, что он меня обгонял по центральной. И потом что-то раз, он уже на заправку заезжает. Я сейчас не совсем понял, что произошло. Кстати, работает? Работает. Походу, полегчало ему. Поворотнику? Ёпты. Братишка, прости. Мы едем в ноль? Не понял. А! То есть, походу, 3% у нас было, так как, естественно, износ-то была резина. Какая-то мы сейчас надубасили себе на... На что-то большее. Блин, слишком сильно тормозил. Что, может, вот так вот оставить как-то? То есть, и не мелкая, и не крупная. Но 230 км осталось. Блин, ну отсюда неинтересно. Вот так вот хочу. Я просто сразу не понял, куда мне поворачивать. Чуть затупил, поэтому и врезался. Я вообще хотел изначально... Почему я врезался? Я хотел уйти влево, поехать прямо. Но потом посмотрел на карту, посмотрел на поворот, на машину. И понял, что мне нужно направо. Но сильно рулем крутить уже было поздно. То есть, в принципе, ремонт, учитывая стамент грузовика, ну трешка, наверное, обойдется ремонт. И, в принципе, учитывая, что у нас естественный износ, там 3% был. Короче, у нас или остался износ, естественный. Или же... Ну, просто вместо 3% за резину, там, образно косарь баксов, евро, мы отдадим трешку. Короче, главное то, что мы все равно в плюсе остаемся. Вот это вот самое-самое важное. Нифига, он притормозил, видели? Будто в пол тормозил, а в жопу подняло так. Ого. Автобус с виду больше, чем у меня фура. Огромный, зараза. Че за нафиг? Опа, тормози, 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 чувак. Я буду щемиться сюда. А, блин. А, тут типа две полосы. Хорошо. А я газ сбросил, я думаю, сейчас автобус вылезет, мне придется оттормаживаться, поэтому просто сбросил газ. Так, а мне нужно перестраиваться. Автобус, прости, я тебя, оп, вот так вот аккуратненько подрежу. Без ДТП, СМС, регистраций. И иду сейчас спокойненько себе направо, потому что я бы его не обогнал. Слушайте, он, по-моему, вообще остановился. А, нет, едет. Че-то он жестко тормознул. Будто я его зацепил, но я его точно не зацепил. Так, че, в пол пролетим? Нет? Буду пробовать. Ого. Че за телевышка? Что ты такое? Офигеть. Ну, это, наверное, какая-то сотовая связь, скорее всего. Вряд ли телевышка. Так, 180 километров. Почти добрались. Заправочка нам пока что не нужна. Топлива вроде бы как хватает. Так, ну что? Вон стык той мелкой дороги. Мы сейчас его проезжаем, потом, по идее, следующий стык. Это где-то будет наш поворот. Ну, мне так кажется. А время сколько? О, 12 часов дня. Я, кстати, до этого смотрел, что темнело, а на время забыл посмотреть. Непонятно почему. Так, он, видно, заправку где-то в лесу. На карте. Мы, кстати, там еще ни разу не были в том городе. Причем я даже на основном профиле в том городе ни разу не был. И вообще, в принципе, по Франции особо не катался. В ЕТСе. Как-то не приходилось. Да и как-то не горело у меня туда лететь. Во Франции. Причем в Франции, по-моему, DLC-шка была или платная, или бесплатная, но... И точно есть, но не катался. Просто не в кайф мне вообще в принципе, это Франция. Многим, типа, Франция почему-то, типа, все хотят посетить, нравится. Мне, например, вообще не хочется там побывать. Не знаю почему. Так, Люксембург, там будем проезжать. Причем рядышком. Прям вообще близко. 140 километров. По идее, вообще уже вот Люксембург и сразу, по идее, будет тот город. Учитывая расстояние, о коем мы проехали, сколько осталось ехать. Блин, эти дастеры. Или это тот же едет. Кстати, прикольно будет, если тот же. Нифига себе, 110 прем. Чуть в зеркале все так под полуприцепом видно, будто он прозрачный какой-то. Что там происходит вообще? Так, аккуратненько, аккуратненько. Сейчас я быстренько. А, понятно. Офигеть, там звук и трафика он хотел обогнать, не получилось. Зажало его. Ну, вы просто видите, да, что так совпадает, что асфальт видно. И оно кажется как-то странно, типа, что происходит. Почему я все это вижу? 107. Скорость упала почему-то. Так, Люксембург проезжаем. Такая тень прям над этим каким-то кукурузным полем. Это виноградники, походу. Половина из них в воздухе стоит, но ничего страшного. Волной какой-то. Ого. Ого. К сотку едем, но чувствуется, что это предел для этого поворота. Реально предел. 96 километров. Почти долетели. Фигня осталась. Люксембург есть. А, нифига там. А, вон уже. Видно город. Видно город. Ёпты. 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 Пипец просто. Я не ожидал, что там сужение пойдет такое. Ну, ничего. Главное, что в ДТП не попали. Потому что должны были. Так. Ф5. Ф5. Ну, как-то так, наверное. Короче, оставлю. Жесть. Блин, скорость, конечно, жаль. Но главное, что целый. Потому что мог убраться очень хорошо сейчас. Я еще удивлен, что я не зацепился с ним никак. Потому что и тормозить не хотелось. И поворачивать особо нельзя, чтобы не улететь. Короче, жестяк. На самом деле, пока грузовик не прокачанный. У нас езда такая спокойная относительно. Типа кто-то говорит, что я нарушаю. Но по факту на таком грузовике особо ее не понарушаешь. Нужно что-то мощнее. Тогда буду нарушать прям качественно. Нарушения будут просто самые топовые. А так, как-то оно... 48 километров, 42 минуты. Почти совпадает. Кстати, вот это уже походу Франция. Потому что Страсбург. По-моему, в нем были. Но вот эту вот дорогу, я не знаю. Или ее поменяли текстуры. Или это уже типа Франция идет. Что за жесть? Там отражения такие жесткие были у чувака. На полуприцепе. Мец, Леон, Париж, Страсбург. А, ну, можно было и справа поехать. Фиг с ним. Смотрите, ЧАЭС вон, блин. Похоже? Реально ведь похоже. ЧАЭС там торчит. Реально ведь похоже. Так, вот он. Вот он, 23 километра наш город. Мы приехали. Мы приехали. Наконец-то. Вообще фигня осталась. А с большой картой, кажется, долго идем. Хотя, на самом деле, смотришь, ну, вроде быстро. Непонятно. Так, тут нужно притормозить. А то сейчас этот стекловоз нас вынесет. Притормозить и в пол топлю. Знак наш. Нет, не наш. Вот такого я еще не видел, такой подставы. Я хотел уже прямо ехать. Но потом посмотрел на мост и думаю, дальше я не пролезу. А, там еще и знак стоит. Вообще весь набор. Чувак, прости, но я тебя еще раз зарежу, потому что мне налево придется поворачивать сейчас. Он на дафе, наверное, меня ненавидит. Мец. 70 ограничений, но нам еще разогнаться нужно до такого ограничения. Какой-то бетонный завод справа стоит. Бетонный завод? Кто шарит? Бетонный завод. Похоже на какой-то бетонный завод. Может, не бетонный. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Бетонный завод. Чтоб тебя. И на чем? Блин. Бетонный завод. 9 процентов. Только что было 3 процента, стало 9. 6 процентов? Еле дотронулся. 6 процентов. Блин, до этого цеплялся, нифига не было. Или дотронулся. Блин, жесть. Хоть груз не побил. Ну, 9 процентов, 9 кусков. Бесплатно приехали. Пятнашку заплатили. Дистанции. Пехренный стоп, посмотрим просто. Нет, сзади прицеп стоит. Что, хоть развернется? Вроде да. По бырику. Заскочим, посмотрим. Что там у нас? По ремонту. Блин, обидно. На ровном месте просто. Чуть-чуть осталось. 9 процентов. Ладно, стало бы 4, я бы понял. Не было бы вообще обидно. Но 9. 9, короче, смотрите. 7 тысяч. Это 7 тысяч. А, 4 600. И на чем 9? На шасси. Да. 4 600. Вон все 4. То есть нам надо еще 40 кусков, чтобы купить грузовик. Ну, или же, если то Mercedes, или что там было, 90. То есть 15 тысяч. Нормально. Ну, что, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.